Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Atomic Heart. В прошлой серии мы влезли в секретную лабораторию в комплексе, или комплекс Павлов, или в секретную лабораторию в комплексе Павлов, где, собственно, ну ты видишь, что происходит, да, эксперименты над людьми. Очень неприятное место, очень неприятная, как бы, обстановочка вокруг. Атмосфера вообще нездоровая, очень нездоровая. Оружие вкачано, мы еще до этого, в предыдущих сериях, как следует, полазили по двум полигонам, качали все, что можно было, ну я нашел все, что нам необходимо, все нашел, все нашел. Музычку поставили в лифте, мне интересненько. Ну, собственно, нам нужно найти путь в лабораторию, чтобы принести голову Петрова, то есть вот. Вот, собственно, за этим мы здесь. Так. И здесь, как ты понял, очень много култышей, очень много култышей. Ой, блин, там еще и плющ есть, тут еще и эта штука. С плющами тяжело сражаться. Вот плющи, они, они понимают урон только от этих, дневник Быкова. Они принимают урон только от мочетки. Что же вы наделали? Я должен был получить от вас знания, а получил лишь презрение. Все мое уверенность зависело от вас, и теперь... Ну ничего, у меня еще остались патроны, я пробью себе путь в науку. Зато я выкрал из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой. Чтобы не забыть, я спрятал шкатулку в сейф. В тот, что с положительным паролем, а не с отрицательным. Чего я вообще смогу добиться, если до сих пор путаю сейфы? Собака. Положительный у собаки. Так, положительный сейф у собаки, отрицательный сейф, значит, не у собаки. Так, надо запомнить. Надо запомнить, потому что это такая странная информация. Это мало ли пригодится. Так, плюс у собаки. Ага, ну я на всякий вопрос написал, плюсик у собаки. Поэтому мы будем понимать, что положительный сейф у нас находится около пса. О, сюда можно зайти. С той стороны срез. Я понял. Ладно, чего ждать. Нас ждет впереди достаточно тяжелый бой с плющом. Надо постараться сюда заманить больших култышей, чтобы разобраться с ними отдельно. Просто понимаешь, что не представляешь драться с плющом большим. И... Все, уже он идет сюда. Ладно, сделаем по-другому. Заманим сюда плюща. Это будет тяжелый бой. Ну, здесь, у нас здесь еще места мало. Я на лестницу залез. Это было очень глупо с моей стороны. Ладно, поставили музычку. Давай маслаться. А я еще дальше какое-то время не играл. Немножко от упаковления, от ритма. Ну, что мы справимся. Под хорошую музычку мы справимся со всем. На тебе, токон, парла. Попался, не попался? Вроде успел отскочить. Просто на эту атаку лучше не попадаться. Очень жесткая атака сейчас у плюща была. Хочу, знаешь, слушай. В зажатом помещении с ним проще драться. Ему некуда прыгать от меня. О! Это, конечно, было очень глупо с моей стороны. Постоянно драться с ними на открытых пространствах. Это кавер на Орликина. Вот эти летающие медсестры, конечно, очень жесткие. Я даже не знаю, было бы круче, если бы здесь оригинал Орликина играл. Или этот кавер безумный. Мне кавер очень нравится. А еще я заметил, что эта машинка только что несколько уничтожила культышей. Давай, я разберемся. Здесь должна была быть сложная зона. Потому что предполагалось, что я сюда выйду и буду сражаться со всеми сразу. Но нет. Я ж не дурачок. Решили развести меня, да? На эти вещи все. Сейчас взорвется. Да все, все закончились уже, че-то. Здесь уже больше никого нет. А, вон еще ползает. Это большой? Нет, это маленький, просто на месте крутится. Это медсестра, она летающая. Опять музыка пошла, только доиграла. Ладно, еще раз послушаем. Так, надо лезть наверх. Здесь ничего нет. Раз. Это что, мать его, такое? Это морг? Да. Это морг. Здесь хранятся тела погибших. Для дальнейшего изучения. В смысле погибших? Тела убитых роботами людей валяются там, где их убили. А эти-то откуда? Их же тут десятки. И большинство молодые. Это тела добровольцев. Погибших в поле опасных экспериментов на людях. Охренеть. Нет, но я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. И это вот все добровольцы. Это же просто охренеть. К сожалению, в Долуке не все проходит гладкой мыши. Иногда добровольцы бьют. Именно для того, чтобы их смерть не была напрасной, и существует этот подвод. Причины каждой смерти тщательно изучаются, чтобы избежать их повторения в принципе. Ни хрена себе иногда. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смертников. Да и то. Практика применяется. Но все эксперименты могут быть выполнены на отбросах общества. Некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личности. Иначе все это может закончиться крайне трагично. Вы куда трагичнее в их раз. Поверьте мне, товарищ майор, есть перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к противоположке, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против коричневой чумы. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Пора уже. Товарищ майор, пора уже давно всю эту лавочку прикрыть. Так, патроны для ПМ возьмем. Доступ разрешен. Пушки, пожалуйста. Мне вообще склад. На самом деле нужен склад. Так, это мне все скидываем. Вот зачем я это набираю? Всякую фигню с собой не нужную. Среднюю аптечку мне она не нужна. У меня сколько? 5, 6, 7 и 2 обоймы на ПМ. Кстати, последняя. Все, то есть патроны на ПМ скоро закончатся. Я пока буду ходить с ПМ. Потом мы, я же говорю, калаша ставим на особый случай. Подожди. Мне не достал калаша, думаю, 75 патронов для калаша. Это что? Это вы решили так надо мной пошутить, что ли? Нет, все нормально. Все нормально. Морг, конечно, вообще не нормально. Ну, про добровольцев было понятно. Не обязательно они все, все прям добровольцы. Скорее всего, часть добровольно-принудительная в основе сюда попала. Но, ой, больше чем уверен. Как-то странно камера стала на это. Мне даже неудобно немножко. Да ёп. Камеру немножко странно видел. Сейчас на замке я такой под другим углом смотрю. Такой, че? Уже не тот. Уже не так, как было раньше. Это быстрый срез. Вон, ключ валяется. Вон, валяется ключ. И, ну, ты же понимаешь, что, например, всякие добровольцы могли бы там, знаешь, где-то оступился человек. И говорят, ну, либо добровольцем идешь, либо тюрьма. И тебя привезут туда. Так хотя бы имя свое очистишь. Вот, они таким образом сюда и попадают. Сейчас взорвется. Или это что? А, ну да. Он ждал анимацию взрыва. Так, ладно. Пойдем сразу разберемся с этими штуками. Чтоб он новых не плевал здесь. Самый центр бы засветить. Кстати, гнезда падают с одной плюшки. То есть, ну, реально с одного выстрела из ПМ и падает гнездо, поэтому можно сильно не тратить на него патроны. О, опять мысочка поставили. Орлики, ну, опять? Давайте, мужички, погнали. Давай, подходи. Это, кстати, зеленый. Надо от него аккуратнее, его аккуратнее убивать. Он может отравить меня. Сколько людей. Просто кошмар. Ты видишь, сколько здесь? Так, я не понял. Я по вам выстрелил. Что-то, черное. О-о-о. Медсестра посерьезнее будет этих бегающих солдатиков. Какой-то дум уже идет просто. Это уже не Томми Харт, это дум. Так, давай, пообщаемся. Да, я никуда не бегу, чтобы я вам помог. Нет, нет. Нет, я хочу, чтобы вы помогли всему человечеству. Это я и пытаюсь сделать. Да нет же. Давайте не будем терять время, и я уже почти погадла. Смотрите, я провела анализы и расчеты. Это нейросетевое эхо, позволяющее трупам говорить. Это ключ к бессмертию. Каким образом? Это же просто остатки эмоций. Не совсем. Я разработала нейросетевой способ самообучения полимера. Прямо сейчас... А я не знаю, хорошая это вещь или нет. Она не расскажет нам. Как славно. Не томите, ну. Храсс, записывай, что она скажет. Да-да, сейчас я угасаю. Для начала нужен сегодня. Простой советский. Есть в каждой квартире. Есть в каждой квартире. И все, и убрешь. Боюсь, майор, все. Нейрополимер исчерпан. Хотя успех ушел. Блин, просто утечка мозгов. Вот это вот что, да. Это, знаешь, как приколы в интернете. Делай это упражнение три раза в день и спина болеть не будет. Оказывается, все так просто. Но на самом деле еще и так сложно. Видишь, и здесь оно в другом. Так, нет. Надо, чтобы желтый был с другой стороны. Подожди. А, ну и красный мне нужно сдвинуть на ячейку. Ну, вот на середину, чтобы посередине был красный, а желтый был справа. Ну, так, конечно, что он не сделает. Ладно, давай синий сейчас сюда еще подмешаем. Может, с помощью синего мы это как-то замутим. О, я синий, кстати, случайно поставил. Не, давай поменяем, давай поменяем цветовой код, чтобы с этим я не справляюсь. Давай попробуем еще раз. Блин, неудобно, кстати. Почему она так страна сдвинулась? Ну, то есть, ну, реально она сдвинулась. Так, синий давай отсюда уберем. О, и желтый один отсюда уберем. Так, теперь мне осталось поменять только желтый с синими местами. Али. Как их разъединить-то? Готово. Готово. Если нужно зловать замки, зовите. Если нужно сопоставить... Ну, правда, если просто сопоставить эти всякие кружочки друг к другу, то вообще без проблем. Я вот... Вы видите, я это делаю срочно быстро. Да, в прошлой серии были у меня некоторые трудности с этим. Где летит? Сейчас прилетит его ремонтировать, а я его уничтожу. А, ты сюда не вылетишь. Дверь закрыта. Все сиди там. Блин, да просто вот на коридорах трупы лежат. Ну, вот. И это не убили. Это не... Это не нападение роботов. Это здесь эксперименты так делали и оставляли. Просто какой-то кошмар. Так, ладно, давай открывай дверь. Посмотрим, что там будет у нас. Там, скорее всего, плющ будет. Я видел его в колбе. И, скорее всего, он вылезет. Он не будет. Он не будет такой, типа, ну, я тут посижу чуть-чуть. Я как бы тут посижу, а вы там, ну, постреляйтесь. Нет. Он вылезет, и мы будем с ним маслаться. Я надеюсь, поставят музычку. Мне нравится под музычку драться. Залагали замки, видишь? Он реально каждый замок уже отображает вот криво так. Давай ремонтника только сразу разберем. Всех, которые будут сюда лететь для начала. А потом мы пойдем внутрь. Сейчас вот следующий выскочил. Он прям на линию огня вылетает. Ой, недолго ты продержался. Так. Тут нас будет что-то ждать. А, это уже уничтожено. А кто тебя уничтожил, я не понял. То есть, плющ этот отображается красным. Что это за звуки странные? Еще один ключ. Один из них стопудово, ну, точно вылезет. Ну, давай уже вылазь и будем разбираться с тобой. Я даже мачете достану. Подожди. Так я был в этой лаборатории, нет? Мы же здесь были. Мы были в этой лаборатории. Это... Я же здесь разобрал одного. А, нет, нет. Показалось, ребята, извините, перепутал. Мы здесь не были. Очень просто похоже по расположению на ту. Мне вот эта штука сбила с мысля. Если она была здесь. Если бы мы здесь были, здесь должен был бы лежать плющ, и мы бы должны были пройти туда или нет. Да не, мы были тут. Мы просто... Я просто сейчас открыл, как бы, ну, срез. Правильно? А мне нужно сюда пройти. А, вот. Все. Меня это сбило немножко с мысли. Зачем здесь ромашки? Кого вы вызываете на вызов? О, я снова пол. Постой немножко, там, полагаю чуть-чуть. По чуть-чуть, вот, полагаю. Вот так вот, видишь, он так подлагивает и сейчас взорвется. Это же просто избиение младен... О, еще один. Ладо, я понял. Надеюсь, у меня хватит энергии еще на одного, если вдруг он вылезет. Как хорошо, что я эту штуку прокачал. Она просто не дает им... Так, ты что, прилетел? Сейчас, надо их все уничтожить, потому что они сразу восстановят камеры, потом будут восстанавливать все этих роботов мелких. Мне это не нужно. Все, сейчас закончится энергия. Все, нет энергии. Это он в меня кинул в меня лезвие, или это лазер... Лазер у меня, походу. А кто-то взорвался уже. Ой-ой-ой. Так, хорошо. Хорошо. Нормально. А-а-а, все, я понял. Он шариками такими какими-то стреляется. А чем в той комнате его ремонтирует? Он вообще в текстуре его ремонтирует? Я его сейчас не достану. Видишь, он заехал в стену и ремонтирует там. Блин, придется ждать пока он восстановит робота. Серьезно. Я пока вариантов не вижу. Ну, как его достать? Шокером? Нет. Ладно, соберем пока все, что есть. Подождем пока он встанет. Уничтожим его еще раз, а потом мы будем дальше разбираться со всем остальным. Да е-мое. Сколько там точек этих? Уже должны были давно закончить. Мы здесь очень умно сделали. Мы... Получается, просто вытянули... Ну, большинство... Большую часть врагов в узкий проход. Вон они откуда вылазят. В узкий проход, и они не могли на меня атаковать все сразу. То есть, им пришлось как-то, ну, по очереди ко мне подходить, и я их просто всех разобрал. А ты, видимо, уже и не восстановишь, правильно? Ну да, он залагал. Ну, как бы, это нам на руку. Черт, грех жаловаться. Опа, еще до печенька. Так, вон, дверь-то нужна. Сейчас мы здесь все зачистим, все обыщем, а потом пойдем дальше. Потому что здесь по-любому что-то будет интересное. Например, вот эта печенька. Почему бы и нет? Как ты мог заметить, уровень тревоги не поднимался. Это что такое? То есть, с той стороны я прошел насквозь, а с этой стороны... Вот так я прошел насквозь. И что здесь? Это обходка какая-то, прикольно. Там можно было обойти, например, по стелсу, если играешь. Ну, в теории. То есть, обойти сюда и попасть вот сюда. А-а-а, это ящик спрятали от меня? Вот ты, блядь, все хитрые какие. Хитрицы, а? Все, ну здесь у нас никого не осталось. Но здесь было волн, конечно. Столько-столько раз трубов этих. Раз, два, три там было. Понятно, откуда здесь столько летающих этих машинок. Ремонтников. Неприятных. Так, где еще один, ура? А, уже сверху. Не заметил. Столько раз сканировал и каждый раз не замечал, да? Очень жаль. Очень жаль. Тут что-то на столе лежало. Щебетать. Это столовая была какая-то. Сытый работник завода. Надежная опора народа. Гастрономические радости. Шурочка, а можно мне сегодня пюрешечку и котлетку по киевски? О, и огурчик солененький. Один. А, это просто заказ? Это тоже отсылка, скорее всего, на мем с пюрешкой и котлетой. Ну, тут очень много всякой такой фигни прикольной. Меня это очень радует. Понимаешь, что это те мемы, с которыми мы живем. Ты их слышишь в жизни, ты их слышишь в игре. И такой, типа, кайф. Классно. Ладно, пойдем открывать дверь. Пойдем открывать дверь. Мы здесь закончили. Мы, в принципе, вот сейчас долутаем. О, тушеночку-то дай мне, пожалуйста. Ой, тушенку-сгущенку. Уже не первый раз, кстати, называю. Не первый раз так путаю. Ну и все, да? Все. Ну, не все же. Да нет, не все. Я уже и так хотел уйти. Ну, не могу. Я жадность на меня вот не пускает. Видишь, это же нейрополимер. Детали из металла. Это так нужно для прокачки. Спокойно. Это так нужно для прокачки. Просто вообще сумасшедшую. Сумасшедшая необходимость в этом имею. Напоследок лучше оставлять тот элемент, который дальше от всех. Если ты промажешь, ты хотя бы не откроешь обратно. Дичь все это. Сеченов нормальный мужик. Ну, как он такое допустил? Армия роботов, озверевшие мутанты и тысячи невинных жертв. Как ни крути, а виновата в предприятии. Да тут и без Петрова проблем навалом. Какой к черту коллектив двонул? Серьезно, надо довести дело до конца и уходить в отставку. Или может даже жениться. Не, нахуй, нахуй. Ваша негативная мозговая деятельность создает неприятный артефакт в моем коде. Не лезь мне в башку, раз говорил же. Займись делом. Я хотел поставить еще... Букер, куда нам дальше по этим лабиринтам? Так, у меня, по идее, что-то можно прокачать. Уже достаточно давно мы не заходили в прокачку. Поэтому давай что-нибудь вкачаем. Ну, кстати, почему бы и нет. Сокрушительный удар. Создает волну урона при атаке. А-а-а, мы же, кстати, этой штукой даже не пользуемся. Так, лезвие. Увеличивает уровень при низком. Ага, окей. Ну, все, хорошо. То есть мы пойдем, в принципе, в бой вообще почти с максимально заряженным оружием. Ну, то есть... Штатный стол уже не уйдет. Здесь тоже. Кстати, бомбардир этот как-то... А, ну-ка, лажено полную. КС-23. Что мне, кассетник можно еще вкачать? Рукоять можно вкачать. А мне не хватает. И этого не хватает, да, ема? Жалко. Так, прицелка только одна. Ну, все, выходим тогда. Патроны брать? А, пока не будем брать. Патроны возьмем в следующий раз. В принципе, пока... А, мне же и нету. Я же забыла. У меня на ПМ патронов нету. Ё-моё. То есть здесь будет еще один зал огромный. С кучей, с кучей летающих машин. Блин, так не нравится мне с ними сражаться, если честно. Они жесткие. Но я хотя бы здесь могу где-то подпрятаться в безопасность немножко. О, бля, здесь еще его... Ты смотри, сколько их. Так, ладно. Вот на этот случай у меня есть калаш. Ой, калаш. Сейчас только хотим. Че за жесть происходит? Как раз таки для таких ситуаций я калаш и берег. Здесь без калаша точно не разобраться было бы. Да кто-то меня бьет. А-а-а, ты засранец. Ты видал, как он хитро сделал? Он сменил позицию. Так, ты не ремонтируй, пожалуйста, здесь ничего. И ты тоже ничего не ремонтируй. Ну ты тоже ничего не ремонтируй. Все? Ай-ю. Все. Сейчас все. Там я вижу еще один черный ванч есть. Так. Ну мы с ним уже разберемся мачеткой. Тем более я мачетку скачал. Врагов целые горы. Просто целые горы врагов. Давай, иди сюда. Ты же видел, что я там. Чего не пришел? Не хотел под калаш попасть, да? Это что-то я тебе по классике мачетка выбил. Ну и все. Твое желание выполнил. Ой-ой-ой. И еще. Откуда вас пускают? Иди к сюда. Бля, ты со щитом. Как где такое? Щит я заметил, что хорошо пробивает только этот. Пистолет. Ну то есть огнестрел конкретно. Энергетические пушки по нему не очень хорошо стреляют. По щиту. По Вовану отлично. А вот по щиту не очень. Так что у нас здесь. О, у нас здесь трубка по 10. Пойдем поговорим. Пациент, да? А, медсестра. Мерзвый доктор, извините. Три раза не правда. Плохие новости, гражданка. Вы уже умерли. Не болтайте, блин. Видите, из меня кровь хлещет. В этом комплексе полно медикаментов. Просто найдите аптечку. Я врач, помогу уж тебе сама. Вы мертвы уже какое-то время, и не жаль, но вам уже не помочь. О, давай, кстати, вот это. Ну так соотнесите теперь время и собственно... Если она сама поймет, то это будет эффективнее, чем я просто скажу. Я правда умерла, но... Сука, это все эти гребаные вакцины, да? Догадалась, молодец. Я сохранилась в нейросети в качестве остаточного... Мне жаль. Да, мне жаль, как я уже и сказал. Простите, я... Можете... Ну, последнее желание человека, конечно. Без проблем. Так, давай откроем быстрый срез. О, здесь будет точно сейчас... Мои нелюбимые кружочки. Ну, еще бы они мне поставили такую ловушку. Достаточно просто было, кстати. Блин, вот я отстрикнул лишнего. Все равно справится. Я все равно молодец. Ага, все, я понял, где это, куда это приведет. Так, у меня по аптечкам не очень. Я маленькую... О, я среднюю поднимал. Давай среднюю. Не хочется просто маленькую брать. Так, полутаться на второй этаже. Там один засранен залез. Ну, здесь, получается, мы сейчас будем выходить из зала к залу. Все с новыми и с новыми роботами. Когда-то что-то должно закончиться. Ну, вроде уже сколько залов прошли больших. А здесь прям... Ну, здесь было бы прям жестко. Если бы не калаш и не вот это вот место... Ну, то есть я стоял реально в безопасном месте. Меня достать было невозможно. О, там есть еще кто-то наверху. А что ты не среагировал на общую потасовочку? Сейчас. Он залагал. Он видишь, он даже не реагировал на меня. Поэтому он бы дальше и стоял. Он... Он... Он познал дзен. Он сказал, я не буду воевать. Бездействие... Это... Бездействие... Это самая лучшая возможность сохранить свою жизнь. Ни один не попадает. А... Он был сразу собран. Нужно было просто повернуть. Вот это прикол. Ты видел? Я ни одну не сдвинул. Я их просто покрутил и все. Он открылся. На разработчики жалились. На мои молитвы они услышали. Они услышали и стали делать руки попроще. Да ладно, я думаю, что это просто рандомно случайно получилось. Так, на всякие. Ну, здесь просто большая территория. Мне кажется, сейчас будет много врагов. Ой, там опять кровавый полимер. И прям его очень много. Смотри. Кошмар. Это эти ванны. Так, ну и врагов почему-то я не наблюдаю. Это те самые ванны, которые запускали близняшки, похожи. Не знаю, ты раз, Мерчик. Раз. Это вообще что? Здесь ведутся эксперименты по созданию нейрополимерных эндоскелетов различных животных, приспособленных к существованию в агрессивных условиях внешние срывы различных планет Солнечной системы. Эндоскелеты? Надеюсь, эта штука на нас не набросится. Здоровенная. На данной стадии у экспериментальных образцов отсутствуют структуры нейрополимерных мозговых тканей. Это бегемот, что ли? А как это лишь полимерные тела? Они не способны передвигаться. Размер у них, конечно, впечатляющий. Это для планет с низкой гравитацией? Какие-то для низкой гравитации. Какие-то для высокой. Исследования ведутся во всех направлениях. В одной из ван вы можете увидеть даже попытку вывести организм, приспособленный к существованию у Юпитерианском океане. А это какой-то очень опасный океан. Ну Юпитере же вроде газовые облака нет. Там кислотность повышена или это на другой планете? Я уже что-то путаю. Так, вальс. Вальс змея. Быкова пришлось удалить. Быкова удалить. Счетов уборщик устроил стрельбу прямо в лаборатории. Хорошо хоть команда корректировщиков подоспела вовремя. Сколько еще таких сейфов он тут остается. Это вот оно должно будет жить на Юпитере? По крайней мере, мы надеемся, что в будущем подобная живая форма будет нами создана. Это вообще кто? Медуза? Это довольно сложный симбиоз медузы и кораллового полипа. Четкой внешней формы у него нет. Предполагается, что организм будет самостоятельно выбирать конфигурацию своего тела. В зависимости от условий окружающей среды. Столько всего можно достичь, если поставить науку в углову угла. Может, академик Сеченов прав. Людям лучше быть в коллективе, чем тыкать друг друга стволами, каждый за своей госграницей. Вы в этом уверены, товарищ майор? Про границы и стволы? Точно уверен. Это вот он про сейфы, которые морозов расставил везде. Мы сейчас будем музыкальные шкатулки искать или что ли? Они здесь где-то действительно стоят. Не, хорошо, что они на меня не нападают. Это было бы жестко. Это было бы очень жутко. О, что здесь? А, суставы. Прорабатывали суставы. Так, ну сейфов я не наблюдаю. А, комнату отдыха наблюдаю. Кстати, пойду лучше сохранить в комнате отдыха, на всякий случай. Как-то медленно идет, товарищ майор. Не ускоряется. Или мне кажется вам. Может быть, мне кажется. Мне скорее всего. Так, отсортируем. И что? Опять средний. Ну, средний, ладно, пускай лежит. Патроны будем брать. Давай для калаша патроны брать. Если есть куда запихнуть патроны, давай лучше. А, так у меня есть и для ПМ патроны. Давай возьмем. Сколько у меня полимеров? 712. Ха, а я давненько уже сюда не заходил. Мощная электризация. Повторная атака еще сильнее заряжает на электризованный противник, а также разрывая части полимеризованных врагов с низким уровнем здоровья. Будем сейчас шок качнем на максимум, наверное. Цепная молния. Шокирующий заряд, поразивший цель, частично передается от нее ближайшему противнику. Обязательно. Расширенная топология. Цепная молния поражает одну дополнительную цель. Это стоит копейки. У меня еще вот сейчас на данный момент 480 есть. Полный контакт. Тростепенные цели, попавшие под удар цепной молнии, получают полный урон. Все. Шок на максимум. Что у меня? Стужа еще есть. Давай стужу тоже качать пока. А энергия? Энергия на максимум. Полимерный бросок. Ну, полимерный бросок совсем. То есть мне не очень нравится полимерный бросок. Лучше уже стужу вкачаем. Увеличение генерации боевого полимера. Погнали. Вот что значит давно не заходить в Элеонору. Выброс криогенного вещества происходит с увеличенной скоростью, что позволяет быстрее заморозить цель. Так, у меня еще 237 есть. Диффузный распылитель. Криогенный блок получает модернизацию, увеличивающую корпус распыления криополимера. Ну, давай. Так, криогенный сон. Последовательная модернизация блока криогенной генерации позволяет повысить живучесть криогенных полимеров, нанесенных на цель, что увеличивает продолжительность их действия. То есть мы сейчас можем еще дольше замораживать кого-то. И у меня есть 101 полимер, а мне нужно 104. То есть мне 3 полимера не хватает буквально. Ну, ладно. Давай, сохранимся. Не, слушай, мне не кажется, майор стал как-то медленно идти. А, ну это, видимо, из-за этого. Напоминаю, в чемоданчик у него голова Петрова. Рефлекс свободы. Исследовать комплекс Павлов. Штокхаузен. Предатель, кстати. Тоже подлюха полнейшая. Но здесь близняшки, особо не повъебываешься, да? Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. А ведь когда-то мы были не росли в воде. Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. И какой итог? Благодаря гению Димитрия Сергеевича. Филатова бежит. Все знания, полученные Петровым, останутся с нами. Ты видел? Это Филатова бежала сюда. К концу процедуры ассимиляции. Мы сможем вернуть роботов. У нее гранату не состоят. И трогай его хотя бы после смерти под лет. Граната. Граната. Как-то так. Неудив, не так. Надо было орать. Надо было орать и бежать еще лучше. А, он еще жив. Его красный полимер заберет. Так, опять какие-то воспоминания или что это? Я не понял. У него прям глаз побелел. Это так не должно быть. Это скорее всего сейчас будут опять эти воспоминания странные. А нет, они обычные. Сохранение. Откроешь? Это, видимо, мы подслушиваем. Нет, это везде просто звук. Я не любил детских книг. Я не любил детских книг. В них были картины. Цветные. Не настоящие. Медицина, теоретическая книга. Наверное, что она не пытается представить мир. Она просто излагает факты. Так я знал, к чему мне готовятся. Я сделал огонь. Пытки в темноте Ночения закрыты Пойдем в пытки Дверь закрылась То есть опасно Очень опасно Более Свет идёт Чудовище Понял о чём я? Ага, всё открылось Более Яма Выключить свет Да Реконструирую освещение Какой-то воспоминанческий психодел пошёл Мы пошли в пытки А если бы я пошёл в другую дверь Сука Так, спокойно Это просто скример Это ничего страшного не происходит Если нет оружия, значит ничего страшного не будет Ну вернее, меня просто напугает Но сделать я ничего с этим не могу Я ненавижу хорроры, где ты без оружия ходишь Это просто отвратительно Мне нужна возможность защищаться Так, куда? Направо? Налево? Давай попробуем налево сходить Вряд ли что-то изменится Справа я там дырку видел в стене Пойдём направо О, сюда нет? А, сюда тоже нельзя Дом какой-то взрывается Так, и значит не сюда и не сюда, окей А, нави... Всё Вон, наверх же дорога есть Я не заметил сразу Всё, назад уже дороги нет Это роботы? Хе-хе, прикольно Почему у роботов есть? Ну, органика, органический робот Тайга получается У них органика должна была сгнить Унижение Так, пытки мы прошли Теперь отрезать Чё-то я особо ничего такого не увидел Ну, что? Что тут? Воспоминания, ничего Просто ходим Так, ясно Вот нас Блядь, подлагало чуть-чуть Мы сюда не пройдём Должны попасть сюда Дверь открылась А, это... Это спецвыпуск Ну, погоди, что ли? Видимо, они и так решили Представляешь Вся игра была создана для того Чтобы просто популяризировать мультик Ну, погоди Вперёд ногами О, полимер Ладно, я думаю, надо ускоряться Нам особо ничего не рассказывают Поэтому... О Так, не выпасть будет Голова кружится немножко Я опять собака Я опять собак Ты видишь, я только сейчас заметил Слеза Бля, я сейчас чуть не упал туда Иди-ка Да, я думаю, надо выпрыгивать сюда Скорее всего Мы выпрыгнем и полетим вверх Нет, я был бы не прав Так, я оказался здесь же Ладно, надо найти проход Может, по столбу этому залезть можно? Ну, давай проверим И, блядь, не зацепился Или надо было ниже? Нет, ниже, ниже некуда Блядь, чуть не упал Так, ну, если вот... Ааа, вот, там есть что-то на стене На стене наши знакомые рычаги есть Нет, да точно надо по столбу залезть? Я туда выше не достану Ну, ладно, стол подпадает О, что это такое? Это типа код такой Прикольно А, подожди Это я отсюда, я Подожди, я отсюда не пришел Или пошел А, нет, все, я отсюда пришел Надо же было проверить все варианты В этом психотерическом мире Ай, дурак Надо было сюда лезть Ну, скорее всего Нет Не достает Ну, я не знаю, как достать до тех штук, если честно То есть здесь тупик Ну, вот все, я пришел Здесь тупик Дальше я не вижу здесь прохода Лифт вызвать, может быть? Ааа, вот же он На видном месте А че это? Да и товарищ Нечаев, и че Попутали? Зацепитесь, пожалуйста Я угораю, почему он пушистый? Че, че, че смысл именно этого Так, выше надо Сейчас, значит, ты зацепишься Он не прыгает с этой штуки А вот, сейчас прыгает Да кто меня зовет? Скорее, начнись Спасибо, что не умер А сейчас умру Ладно, где я оказался? Это паркур Паркур я вообще Не особо умею О, все Проснешься? Да, походу сейчас очнется А там была еще одна дверь И я в нее не ходил Видимо, можно было выбрать только две Я надеюсь, это никак не будет влиять на концовку игры, например Типа, какие двери выбрала Ё-мать То и будет происходить Храс? Где Лариса? Доктор Филатова скрылась еще до взрыва Что там со штоком произошло? Взрывом товарища Штокхаузена отбросила в банну с полимером К сожалению, он погиб Вот же лицемерка Я врач, я врач Вот тебе и врач, и те же пассатижи С гранатой Хороший врач Впрочем, Филатова и Петров не состоят в браке Да какая разница Надо найти выход Найти выход из комнаты Или найти выход в общей ситуации Я думаю, что и то, и то Мне интересно больше, куда близняшки делись То есть они же были с штоком Если мы на одной стороне То почему они меня не забрали? Потому что я явно жив Если они не на... Ну, а кстати, почему шток они спасли? О, Филатова Нет, мертвый мучок Я не хотела всего этого Но сейчас все это вторично А что же тогда первично, твою мать? Я покажу тебе все Нам надо встретиться Ты должен увидеть это сам, своими глазами Что все? Отъяснять на словах бесполезно Ты не поверишь Ты слишком сильно веришь Сеченову, но он использует тебя в темную Ты не представляешь, что происходит на самом деле А вот это точно Я уже ни хрена не понимаю Ты поймешь, когда увидишь Абсолютно верно У меня есть доказательства Жду тебя в Академии последствий Вход туда расположен на маяке Не доверяй никому Уже Меня выпустят обратно в открытый мир Я думал, что это финал будет Тогда и нет смысла делать эти все в один день Нет смысла выпускать все серии в один день Ну ладно, посмотрим Я уже обещал, будет там как-нибудь бонусный день один, скорее всего Ну что, приехали, не приехали Начинать подлагивать, иначе уже скоро приедем Текстуры почти загружены Так, мы вышли, окей Сохранялочку возьмем Так, 200 метров А, маяк совсем рядом Слушаю Я продолжаю настаивать на том, чтобы вы уничтожили бета-коннекторы Да что-то прицепился к этим гребаным кольцам Можно, кстати Вы хотели принять решение относительно колец тогда, когда настанет подходящая обстановка Она настала Сейчас не до этого Именно сейчас до этого, товарищ майор Потом будет поздно Да какого хрена ты до меня докопался, Храс? Вокруг трупы Эта безумная докторша с гранатой убила штока Чтобы отсюда выйти, нужно прорваться через робота Какие нахрен кольца? Хватит называть их кольцами, майор Научитесь уже, наконец, думать прежде, а не после Это бета-коннекторы Посредством которых два робота-убийцы будут полностью выведены из-под чего-либо контроля За исключением своего кровожадного хозяина Вам мало смертей? Какого еще нахрен кровожадного хозяина? Кольца у меня Я не собираюсь надевать их ни на каких долбанных роботов И долго они у вас пробудут? Как вы считаете, майор? Сколько пробудут, столько и пробудут Время еще есть Времени больше нет Очнитесь! Процедура ассимиляции головы Петрова запущена Вскоре Сеченов вернет роботов в стандартное состояние и вас отзовут Как только вы прибудете к Сеченову, кольца у вас изымут Все, что попадает в ваш инвентарь, записывается в моих лог-файлах Я не могу их стереть Доступ есть только у Сеченова Первое, что он сделает, это ознакомиться с ними Ему нужны эти бета-коннекторы Да они, похоже, всем нужны Зачем? Неужели все хотят себе личных роботов-убийцев? А вы подумайте, майор, кто именно интересовался бета-коннектор То есть мы в теорию можем еще на 12-й полигон слазить Не полезен Сеченов со своими стальными близняшками Что, Хаузен, правой рукой подходим Сеченова Баба Зина, секретный двойной агент непонятной принадлежности Вы обнаружены противником Вероятно, скоро врагов станет больше Да, кстати, второй уровень угрозы Да, мы пойдем по миссии сейчас На самом деле Храс прав То есть, ну, надо эти бета-коннекторы Нужно уничтожать Мы в открытый мир обратно не пойдем Мы пойдем по миссии То есть я уже в открытом мире Все, что хотел сделать, я сделал И пойдем по миссии Мы уже в следующей серии Что эта серия подошла к концу А в следующей мы двинем на маяк И пообщаемся, наконец, с Филатовой Уже лицом к лицу Она расскажет нам какие-то секретные секреты Спасибо, что ты спрятал до конца Надеюсь, понравилось, было интересно Ставь лайк, комментарий, подписывайся Всего тебе хорошего Начнете со мной, лучшего Счастливо, пока И до свидания Продолжение следует...